приветствую всех на моем канале мои друзья подписчики просто зрители подружки родные дорогие мне люди для тех кто еще не знаком со мной меня зовут арина и на своем канале я рассказываю о жизни в эмиграции о наших путешествиях наших праздников и буднях наших впечатлениях и всем самым красивым и добрым что нас окружает тем чем мы хотим с вами поделиться в этом выпуске расскажу вам о том как мы справляли новый год как и обещала новый год мы справляли в кругу друзей а друзья у нас тоже иммигранты как правило и такая вот интернациональная команда получается всегда как правило это люди нашего возраста с детьми а то и с внуками но об этом позже а сейчас о празднике для меня новогодние и рождественские праздники всегда приносит много радостей радостной такой суеты и у нас всегда очень флотный график по времени поездки встречи с друзьями подготовка к празднованию и приему гостей и я не подходила к сети все это время и когда открыла мой 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 youtube канал и мои социальные сети я была приятно удивлена насколько много пришло поздравлений писем опросов я извиняюсь что не своевременно отвечаю но я всегда читаю ваши письма конечно комментарии друзья мои да и вот пользуясь случаем я хочу вас всех поздравить с наступившим новым годом очень поздно чем никогда правду и я хочу всем вам пожелать всем 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 исполнении ваших же надежд ваших желаний пусть этот год принесет вам любовь радость и пусть всех непременно у всех у вас непременно вот сбудутся ваши самые заветные желания всем вам здоровья долголетия и счастья вам друзьям знаете меня спрашивают почему вы как бы не говорить в живую перед камерой я думаю что наверное во первых я осознаюсь что когда я на меня смотрит камера я просто теряюсь и запинаюсь и и неуверенно говорю не связана говорю поэтому я предпочитаю вставить видео к нашей красивейшей природы которые в общем-то это будет гораздо приятнее чем моё уже не 18-летнее лицо если бы я была сказать молодая девушка и так вернемся к празднику и я думаю для очень многих новый год остается самым одним из самых таких ярких праздников приносит во все дома добрые веселые дни празднования со всеми атрибутами елочкой деда морозом праздничные застолья подарки ну во всяком случае для меня и я вот как ребенок до сих пор радуюсь новому году и я поняла по письмам и комментариям также по разговорам с близкими и родственниками даже очень многие думают что жизнь в эмиграции отличается от жизни на родине и все включая вот все включая праздники и нового года даже все выглядит иначе на самом деле жизнь в эмиграции очень во многом похоже с тем как мы праздновали это на родине конечно если вы не уехали в какую-нибудь экзотическую арабию или в страны карибского бассейна во всяком случае это мое мнение и это то как я чувствую новогодние праздники здесь в канаде очень похоже на те что мы справляли дома будучи ребенком как вы уже знаете с прошлого нового видео буквально перед домом года мы ездили в вислер я вам показывала в прошлом видео вислер это горнолыжный курорт очень известный в всем мире расположенного в 130 километров от Ванкувера как раз видите кадры сейчас как мы едем на машине в принципе это повторение немного после прошлого видео значит вислер имеет около 200 лыжных трасс 40 подъемников с перепадом высоты полтора километра это поселок с разной инфраструктурой и бесплатными автобусами все это делает вислер меккой не только для местных любителей зимнего спорта а ванкувере это каждый второй но также для лыжников и сноубордистов со всего мира крестности вислера также как и всей британской колумбии очень красивые вот в данный момент мы находимся на альта лейке наверное в трех километрах от вислера здесь мы девчонками летом купались ко мне приезжают на классницы может быть если они смотрят сейчас узнают это место в общем и в за время пребывания вислере у нас был очень активный график мы передвигались по местности мы ходили сноушую на снегоходах мы встречались с одноклассниками моего мужа они кстати очень нашего возраста ребята но они настолько активные вся семья ездит на лыжах вот как раз момент встречи когда я засняла когда мирча одноклассник моего мужа встретился с нами очень было приятно с ними встретиться очень приятные люди они из румынии и проживают наверное лет уже 19 если не больше и сразу же после отдалек мы прыгали машину и бегом голопом по европам по магазинам едем обратно ванкувер это 200 километров по такой скоростной трассе и вот к вечеру мы приехали чтобы организовать вечеринку все конечно было настолько сжатый такой график и вот мы готовы к приему гостей это вот сын мир чей проживает они этого дочка другого одноклассника который тоже наклассник из румынии один моего мужа она нам посылает kisses поцелуи замечательная девчонка а это нам шлют привет мирча как раз одноклассник из торонто а это яро наш друг из словакии тоже видели с ним сто лет в общем было здорово видеть это вот и джордж приехал нас навестить у всех очень интересные судьбы интересные истории мигрантов все они инженера высоких как я уже говорила что знакомые здесь у нас с всех стран мира например у джорджа жена из ирана них маленькая дочка замечательная семья яро из словакии подруга моя из греции значит муж мой румын и вот друг тоже румын кстати вот это вот вот это а вот она какая миленькая девчонка у них я слышала мнение что канадцы и американцы очень некрасивый народ я хочу сказать свое мнение это опять очередной миф и вранье канадцы и американцы нация многоциональная как бы сказать народно многонациональный и у них дети метисы очень красивые дети народ занимается спортом следить за здоровьем и я не уже причина чего быть им некрасивыми не очень красивые потянуты спортивные с красивыми чертами лица вот видите шампанска открывается также такие же возгласы я не вижу разницы и я не помню разницы что как мы праздновали дома в кыргызстане в россии в ленинграде со студентами но возможно мы пили гораздо больше в этом может быть только и разница так сказать а Субтитры сделал DimaTorzok Мы поем интернациональные песни, в этом случае мы поем румынскую народную музыку, мультимеск, поздравляем всех, и наши друзья иранцы, и словаки, и греки, они также вместе с нами говорят и по-румынски, мы поздравляем по-русски, по-румынски, по-славянски, на всех языках мира, мы поздравляем друг друга с Новым годом. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Им очень повезло, они все время задавали вопросы, а где же ваши дожди ванкуверские? Мы говорили, вам повезло, ребята, вам повезло. Как только они уехали, у нас снова начались дожди и дождь лют по сей день. Они, кстати, уже приехали домой и нам дали знать об этом, они уже сговаривали с мужем, сказали нам, что приземлились на красивый ледяной покров. Так вот живет Торонто, у них очень холодно, но они, кстати, нас пытаются переманить в Торонто, а мы их пытаемся переманить в Ванкувер. Нам, кстати, наш климат, нас очень устраивает, хоть это и дождливая погода, но не так холодно и нет такого ледяного покрова, как у них. И вот, значит, мы гуляем по Ванкуверу, остановились, кстати, славянские какие-то печеные вещи, но это семья из Турции, они довольно долго здесь живут и этот бизнес недавно. Очень вкуснятина была такая, они, значит, вот это вот выпекают и фаршируют это разными добавками. Вот смотрите, насколько люди открыты, свободны, она начала танцевать для камеры, веселый, непринужденный народ, без комплексов, муж с женой, тоже интересная очень семья. А мы порадовались, остановившись у них перекусить, этот бизнес у них находится, он, кстати, переездной и находится в Даунтауне с прекрасным вью. Ну, это на время праздников, видите, у нее муж тоже поддерживает, для камеры веселит нас. Вот так вот мы приятно проводили время. Это, опять же, миф о том, насколько бездуховная Канада и Америка. Посмотрите, насколько люди открыты, настолько они дружелюбны и приветливы. И я не вижу, посмотрите, у всех улыбки. Люди, кто не знаком друг с другом, они постоянно говорят и обмениваются приветствиями, они открывают дверь друг перед другом. Так что вот она вам, бездуховная Канада. И я не вижу в этом никакой истины. То есть для меня Канада это очень дружелюбная, открытая страна с добрыми и гостеприимными, и очень дружелюбными людьми. Вот, ну, это была наша поездка. Мы распрощались с нашими друзьями. К сожалению, они улетели в Торонто. И мы будем с ними поддерживать связь. И очень они нас зовут себе в гости. Так что мы, наверное, будем планировать как-нибудь в недалеком будущем поездку в Торонто, остановиться у них. Вот, ну, было очень приятно опять сделать это видео, выйти в эфир, пообщаться. И, как бы, мне очень приятно всегда ваши комментарии. Мне, я очень рада, что вам интересно. Я рада делиться с вами нашими впечатлениями, нашей жизнью. И интересно узнавать новых интересных людей, добрых людей. Так что всем хорошего настроения в новом году. И мы увидимся в эфире, ребята. Пока-пока. Пока-пока.